Всем привет, друзья! С вами Сергей Куваев из Токио. Прежде всего хочу сказать, что это действительно последнее видео из Японии в 2017 году, потому что новый 2018 год наступит уже совсем скоро. В России он наступит позже, во всяком случае в Москве на целых 6 часов, когда на Красной площади пробьют куранты, все будут слушать обращения президента. Я уже буду встречать рассвет. А в конце года, как известно, все стараются подвести какие-либо итоги, будь то работа, жизнь, личные достижения, обогащение, статусы и так далее. Я сам к концу года, к сожалению, немного приболел, но я не унываю, потому что 2018 год нас встретит с новыми свершениями. Мой канал посвящен в первую очередь Японии, и подведем несколько итогов касательно Японии. Японцы в конце каждого года в декабре всегда выбирают главный иероглиф года, канзи. Главный канзи года. И этот иероглиф обозначает то, что ассоциируется у японцев с данным конкретным годом. В 2017 году таким иероглифом стал иероглиф «Север». Нетрудно догадаться, что речь, конечно же, идет не о северных территориях, хотя, возможно, и о них тоже, но, как бы, вряд ли какие-то в этом году были подвижки сильные по поводу Курильских островов, да, потому что в Японии они именно называются «северные территории». О чем же тогда этот иероглиф? Конечно же, о Северной Корее, естественно. Я думаю, не только у японцев она была в этом году на слуху, но у японцев, видимо, больше всего. Запомнилась она, конечно, неоднократным запуском ракет, которые даже умудрялись пролетать на территории Японии, чем вызывали невероятные недовольства у людей, предупреждения об опасности были по телевизору. Очень все бурно происходило. Но вроде как худо-бедно пережили 2017 год без каких-либо военных потрясений, без каких-либо военных вмешательств. Посмотрим, что будет в 2018 году. Надеюсь, снова не будет иероглиф «Север» у японцев на слуху, потому что должно быть наверняка все-таки более какие-то важные вещи, да, нежели постоянный страх внешнего врага, да. А что интересно вот именно нам с точки зрения Ютуба, да, японцев и Ютуба? Получилось так, что в 2017 году в топ-5 профессий, о которых мечтает современная японская молодежь, пробился Ютубер. Представляете, профессия Ютубер. То есть теперь огромное количество японцев хотят быть Ютуберами. То есть они хотят снимать видосики и выкладывать на своих каналах. Японцы теперь не хотят становиться врачами, адвокатами, учителями, некогда очень престижными, между прочим, профессиями, высокооплачиваемыми профессиями. Даже сейчас врач является одной из самых высокооплачиваемых профессий в Японии. Нет, молодежь теперь стремится к медийности, видимо, какой-то, и хотят стать Ютуберами. Как-то вот все это было на слуху. Японский Ютуб, я думаю, я не знаю статистики, но мне кажется, в 2018 году он очень сильно вырос именно в размере. То есть в количестве производимого контента не в качестве, а именно в количестве. Потому что вот буквально год-два назад я о японских ютуберах практически вообще ничего не знал. Думал, там у них всего лишь 2-3 их есть, которые что-то производят, а остальные просто снимают распаковку японских товаров. То сейчас это какое-то огромное просто количество людей, которые снимают вообще невероятные просто какие-то вещи, все что угодно. Влогеры даже появились или просто люди снимают свою жизнь с семьей, внутри семьи. То есть беспорядочные просто. Каждый уже хочет стать Ютубером. Ну и много стало уже компаний, которые растят Ютуберов сами. То есть которые уже основной вид их деятельности это производство контента для Ютуба. Ну это в принципе уже не так важно. Важно именно то, что японская молодежь теперь смотрит на Ютуберов, как на то, кому они хотят подражать, видимо. То есть это действительно из такого непонятного определения лидер мнений, инфлюенсер. То есть человек, который на что-то вдохновляет, это действительно приобретает вот именно тот самый смысл, что люди хотят быть похожими на тебя и хотят делать то, чем ты занимаешься. Да, это очень забавно. Еще одна монетка в копилку видеоблогинга, это даже то, что солист, бывший солист некогда одной из самых крутых, там мегапопулярных групп СМЭП, в клипах которых я даже снимался несколько раз. То есть это была просто группа, 20 лет не сходившая с экранов телевизора, рекламы и так далее. В этом году она наконец-таки благополучно распалась и теперь солисты тоже стали ютуберами, представляете вообще. Хотя во всяком случае хотя бы один солист. То есть вот это движение повальное, которое сейчас можно наблюдать на русском Ютубе, что люди уходят с телека на Ютуб, то в Японии такие движения тоже имеют место быть. Хотя забавный факт, что идет какой-то репортаж на телеке на центральных каналах про Ютуб, то прежде чем эту новость какую-то озвучить, связанную именно с видеоблогингом, в течение минуты где-то разжевывают четко вообще, что такое Ютуб и кто такие ютуберы и как они зарабатывают. Имеется в виду, что подавляющая все-таки часть взрослого населения, зрители, которые смотрят эти каналы центральные, они пока еще не представляют, что такое Ютуб. То есть это все еще для молодежи, для младшего возраста, для школоты. Также 2017 год охарактеризовался именно для Японии и России наконец-то ослаблением визового режима. И теперь туристы могут спокойно брать себе визы, не заморачиваясь, не заполняя кучей бумаг, как раньше. То есть сейчас это намного стало проще, людей стало ездить больше, связи, я думаю, из-за этого начнут быть более прочными, в том числе экономические. Я на это сильно упомяю, что наша дружба японо-русская, русско-японская, она будет только укрепляться. И теперь мы плавно переходим ко второй части. В этом году было много вещей, которые поменялись, сменились какие-то векторы, приоритеты. То есть я более стал четко понимать, чем я хочу заниматься и куда я хочу вести канал, что я хочу из него сделать, как я хочу его развивать. То есть появилось какое-то более четкое понимание. Канал вырос в два раза за этот год. Конечно, была цель достичь именно каких-то побольше, высот миллиона, но я понимаю, что объективно я не сделал достаточно для этого. Нельзя, конечно, не упомянуть такое важное событие, как моя поездка в Россию. Моя первая поездка в Россию с тех пор, как я переехал жить в Японию. Первая за семь с половиной лет. Я наконец-то смог встретиться со своей аудиторией, с вами, лицом к лицу. Отдельно еще хочу поблагодарить Виктора. Это тот человек, который находится за камерой практически во всех репортажах, которые мы снимали с токийских улиц, не только токийских. Ну и в целом по ютубу, наверное, все, что я хотел сказать. Что касается моей карьеры в кино в Японии, то действительно в этом году тоже были какие-то интересные работы, интересные сериалы. Фильмов, к сожалению, было, по-моему, всего лишь один или два. Но в целом, конечно, я стал работать в этой индустрии поменьше, чем раньше. То есть это связано с тем, что я стал времени больше уделять теперь ютубу. Пару слов еще по поводу планов на 2018 год. Я хочу продолжать то, что я делаю сейчас, только делать это лучше, качественнее, больше и интереснее. Продолжать работать именно в этом направлении, предоставлять вам интересный материал жизни в Японии. Репортажи из Японии, интервью с интересными людьми. В общем, все, что вы любите. Ну и, конечно, япончик, куда же без них на моем канале. Думаю, я всегда о разных форматах, о шоу, которые хочется запустить. И я надеюсь, что ресурсов на это тоже хватит. Документальный фильм, который я отснял и который все еще находится в монтаже, очень долго тоже появится в 2018. Ребята, обязательно ждите этого. В целом, этот год был очень продуктивным для меня, я надеюсь, для вас тоже. Уходя, он оставляет в основном позитивные воспоминания. Многому я научился и знаю теперь, что мне делать в дальнейшем. Поэтому 2018 год меня совершенно не пугает. Только серьезная работа, только движение вперед. В Японии, кстати, тоже сейчас повсеместные выходные. 4 числа только все выходят на работу. Взвинчены до небес сцены на путешествия. В отеле практически нигде нельзя остановиться. Поэтому большинство японцев проводят Новый год дома, в кругу семьи. На пьянке-гулянке идет только какая-то такая молодежь. Но все все-таки дома, вокруг елочки. А потом на следующий день или через день в храм обязательно. Не буду уже говорить о каких-то банальностях, типа, что японцы традиционно едят на Новый год. Я об этом уже раньше говорил. Это совершенно беспонтовая еда, которая называется сечи, которая мне очень сильно не нравится. Ну и все, ребят. Последнее видео в 2017 году. Я невероятно рад тому, что у меня есть вы, зрители моего канала. В завершение хочу вас всех поздравить с наступающим 2018 годом. Пожелать вам плодотворной работы, хорошего отдыха. До скорых встреч, друзья. С вами был Сергей Кулаев из Токио. Субтитры сделал DimaTorzok